Когда возлюбим бегство от мира и удаление от людей мирских, тогда ничто не отделяет нас только от мира, не умерщвляет в нас страстей, не возбуждает и не оживотворяет нас для духовного, как плач и сердечное с рассуждением болезнование. Ибо лицо скромного подражает смирению любимого. Но также ничто не делает нас только сообщниками мира и живущих в мире и тех, которые в мире преданы пьянству и непотребству, и не удаляет нас только от сокровищ премудрости и познания тайн Божьих, как смехотворство и привольности в обращении парения мыслей. И это есть дело блудного демона. Поползновение пред Богом не стал во время бодрствования твоего наполнять душу твою многими мечтами, а во время сна твоего пленять ее нелепыми грезами, И тогда соделаешься ты для других поводом к поползновению, а для себя острым рожном. Посему принуждай себя подражать смирению Христову, чтобы возгорелся скорее огонь им в тебя вложенный, которым искореняются все движения мира, убивающие нового человека и оскверняющие дворы святого и всемогущего Господа. Ибо осмеливаюсь сказать со святым Павлом, что мы — храм Божий. Первое послание к Олимфинам, глава 3 стих 16. Посему, как чист сам Бог, очистим храм Его, чтобы выживал вселиться в нем, и как сам Он свят, осветим и храм. Украсим Его всякими добрыми и честными делами, облагоухаем Его благоуханием покою воли Божией, чистую и сердечную молитвою, каковой невозможно приобрести общением в частых мирских волнениях. И таким образом, облако славы Его приосенит душу, и свет величия Его воссияет внутри сердца, и исполнится радость и веселье все обитатели селения Божия, а наглые и бесстыдные исчезнут от пламени Святого Духа. Поэтому укоряй непрестанно самого себя, брат, и говори «Горе мне, бедная душа!» Приблизилось время отрешения твоего от тела. Для чего увеселяешься тем, что сегодня же должна будешь оставить, и чего не увидишь вовеки? Обрати внимание на прежнюю свою жизнь. Рассуди, что ты делала, почему так делала, и каковы дела твои, с кем провела дни жизни своей, или кто воспользовался трудом деланья твоего на земле? Кого возвеселила ротоборством своим, чтобы вышел он в сретение твое при ишествии твоем из мира? Кого усладила во время течения своего, чтобы упокоиться тебе в пристани его? Для кого бедствовала, трудясь, чтобы прийти к нему с радостью? Кого приобрела другом в будущем веке, чтобы приял тебя во время ишествия твоего? На каком поле работала по найму, и кто отдаст тебе плату на западе солнца при разлучении твоем? Испытай себя, душа, и рассмотри, в какой земле удел твой. И миновало ли ты поле, которое делателям плода приносит горесть? С воздыханием и беспокойством возгласи и возопи, чем упокоивается Бог твой паче жертв и все сожжений. Уста твои да источат болезненные глазы, какими услаждаются святые ангелы. Омочил они ты свои слезами очей твоих, чтобы почил в тебе Святой Дух и омыл тебя от скверной порока. Умилостиви Господа твоего слезами, чтобы помог тебе. Призови Марию и Марфу, да научат тебя плачевным глазом, возопи, как Господу. Господь, Иисусе Христе Боже наш, плакавший над Лазарем и источивший над Ним слезы скорби и сострадания, приими слезы горести моей, страданиями Твоими уврачуй страсти мои, кровью Твоею очисти мою кровь, и с телом моим сраствори воню Твоего животворящего тела. Та желчь, какую напоили тебя враги, да услади душу мою от горести, какую напоил меня соперник. Тело Твое, распростертое на древе крестном, к Тебе да прострет ум мой, увлеченный демонами дол. Глава Твоя, преклоненная на кресте, да возвысит мою главу, заушенную супостатами. Все святые руки Твои, пригвожденные неверными ко кресту, к Тебе да возведут меня из бездны погибели, как обетовали все святые уста Твои. Лице Твое, приявшее на себя заушение и заплевание от проклятых, да озарит мое лице, омраченное беззакониями. Душа Твоя, которую на кресте предал Ты Отцу Своему, к Тебе да пути водит меня благодатью Твоею. Нет у меня болезнующего сердца, чтобы взыскать Тебя. Нет у меня ни покаяния, ни сокрушения, которыми вводится чадо в собственное свое наследие. Нет у меня, владыка, утешительных слез. Омрачился ум мой делами житейскими, и не имеет сил с болезнью возвести к Тебе взор. Охладело сердце мое от множества искушений, и не может согреться слезами любви к Тебе. Но Ты, Господи и Иисусе Христе Боже, сокровище благ, даруй мне всецелое покаяние и сердце неутомимое, чтобы всею душою приступить мне к взысканию Тебя. Ибо без Тебя буду я чужд всякого блага. Посему даруй мне благий благодать Твою. Безлетно и вечно изводящий Тебя из недр Своих Отец, да обновит во мне черты образа Твоего. Оставил я Тебя. Ты не оставь меня. Отошел я от Тебя. Ты прииди взыскать меня. И введи меня напажить Твою. Сопричти меня к овцам избранного стада Твоего. Препитай меня злаком божественных таинств Твоих, вместе с теми, у которых чистое сердце их, обитель Твоя. И в нем, видимо, облистание откровений Твоих. Это утешение и это отрада для потрудившихся ради Тебя в скорбях и в озлоблениях всякого рода. Сего облистания досподобляемся и мы по Твоей благодати и по Твоему человеку любию. Спаситель наш, Иисусе Христе, во веки веков. Аминь. Аще же согрешит к Тебе брат Твой. Иди и обличи его между Тобою и тем единим. Аще Тебе послушает. Приобрел еси брата Твоего. Глава 18, стих 15. Так как Спаситель произнес строгое обличение против соблазнителей и поразил их страхом, то чтобы ввиду этого обличения, в свою очередь, и соблазняемые не впали в беспечность, и все почитая не до них касающимся положенной надежде, что все им должно служить, не впали в безумную гордость, смотри, как он и их воздерживает. Он повелевает их обличать, но обличать только наедине, чтобы обличение в присутствии многих свидетелей не показалось слишком тяжким, и обличаемый, вместо того, чтобы исправиться, не сделался еще наглее. Потому и говорит, обличи его между тобою и тем единим. Аще послушает, приобрел еси брата Твоего. Что же это значит «аще послушает»? Если осудит самого себя, если сознается в своем грехе, приобрел еси брата Твоего. Не сказал, ты достаточно отмстил ему, но приобрел брата Твоего, показывая, что от вражды происходит вред тому и другому. Не сказал, он получил пользу только для себя, но и ты с своей стороны приобрел его. А этим показал, что и тот, и другой, прежде того, много теряли. Один терял брата, а другой — собственное спасение. Тому же учил он и тогда, когда сидел на горе. То оскорбившего он посылал к оскорбленному и говорил, «Если ты, предстоя алтарю, то помянешь, и яко брат Твой им от нечто натя, шед прежде примирися с братом Твоим». Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 23 и 24. То оскорбленному повелевал простить ближнего. «Остави нам долги наши, яко и мы оставляем должником нашим». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 12. Так он учил говорить в молитве. Здесь же употребляет и другой способ. Не оскорбившего посылает он к оскорбленному, а последнего — к первому. Так как оскорбивший от стыда неохотно бы пошел просить прощения, то он посылает к нему оскорбленного и посылает его с тем именно намерением, чтобы исправить происшедшее между ними расстройство, и не говорит «обвини» или «укори», или «потребуй на него суда и наказание», но только «обличи». Оскорбивший тебя от гнева и стыда находится как бы в усыплении, а ты, здоровый, и должен прийти к больному, и для того, чтобы врачевство твое скорее могло быть принято, ты должен производить суд непублично. Слово «обличи» — не другое, что значит здесь, как «напомни ему о грехе и скажи ему о том, что ты от него претерпел». Если это будет сделано как должно, то ты сделаешь два дела, и себя будешь оправдывать, и другого склонять к примирению. Но что, если он не послушает и будет упорствовать? «Пойми с собою еще единого или два, да приустех двою свидетелей станет всяк глагол» Евангелие от Матфея, глава 18, стих 16. Чем он будет бесстыднее и дерзновеннее, тем более нам должно прибегать к врачевству, а не к гневу и негодованию. И врач, видя, что болезнь не прекращается, не оставляет больного и не гневается на него, но тем более прилагает попечение. То же самое и здесь повелевает делать Спаситель. Ты был слаб, когда был один, будь сильнее при помощи других. Твое могут обличить согрешившего. Видишь ли, как Спаситель ищет пользы не оскорбленного только, но и оскорбившего? Обижен, собственно, тот, кто объят страстью. Он и болен, и слаб, и немощен. Потому-то Спаситель и посылает к нему оскорбленного то одного, то с другими. Если же и тогда он будет упорствовать, то посылает вместе с Церковью. «Повешьте, — говорит Церкви, — Евангелие от Матфея, глава 18, стих 17, — если бы он искал только пользы оскорбленного, то не повелел бы кающегося прощать до седмижды семидесяти раз и не указал бы столько врачей для его болезни, но раз он остается упорным после первого обличения и приказал бы его оставить напротив, он повелевает врачевать его однажды, и дважды, и трижды, и то одному, то с двоими, то, наконец, со многими. Когда дело касалось одних внешних, то он там ничего такого не заповедовал, а говорил «ащетя, кто ударит в десную ланиту, обрати ему и другую». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 39, — а здесь не так. Тому же самому и Павел научает, говоря, «что ми судите внешних» — первое послание к Коринфянам, глава 5, стих 12. И тот же Павел повелевает и обличать, и обращать братьев, а непокорных отсекать, дабы устыдились. И Спаситель здесь тоже делает, когда приписывает такое правило касательно братьев, троих дает оскорбившему учителей и судей, которые бы вразумили его в том, что сделал он во время своего опьянения. Хотя он и сам говорил и делал все непристойности, но имеет нужду в постороннем вразумлении, как и пьяный. Гнев и грех приводят человека в сильнейшее иступление, нежели всякое пьянство. Кто был мудрее Давида? Но и он, когда согрешил, ничего не чувствовал. Похоть овладела всем его рассудком и, подобно дыму, наполнила его душу. Потому-то он и имел нужду в светильнике пророческом и в тех словах, которые бы привели ему на память то, что он сделал. Потому-то и здесь Спаситель приводит к согрешившему таких людей, которые бы рассказали ему о его поступке. А почему повелевает обличать оскорбленному, а не кому-либо другому? Потому что оскорбивший может удобнее перенесть обличение от него, как от обиженного, оскорбленного и потерпевшего вред. Не все равно слышать обличение от других, которые вступаются за обиженного, и от самого обиженного, особенно, когда обличителем бывает только он один. В самом деле, если тот, кто имел бы право требовать от него удовлетворения за обиду, появляется предоскорбившим с заботами о спасении его, тогда, скорее всех, может привести его в стыд. Видишь ли, что обличение здесь делается не с тем, чтобы обидеть, но чтобы исправить, с той же целью, и двоих повелевает спаситель брать для обличения не вдруг, а когда сам обиженный уже не будет иметь успеха. Да и тогда не повелевает обличать вдруг многим, но повелевает взять только двоих или одного, а когда обличаемый презрит и этих, тогда предоставляет его суду церкви. Таким образом, Спаситель Великое прилагает попечение о том, чтобы о грехах ближнего не было разглашаемо. Хотя право поведать церкви он мог бы предоставить обиженному в самом начале, но чтобы грех не разглашался, он повелевает делать это уже после одного и двух обличений. А что значит, приустех двою или триех свидетелей станет всяк глагол. Это значит, что ты с своей стороны сделал все и не опустил ничего, что тебе надлежало сделать. Аща же и сих не послушает, повешть церкви, то есть ее представителям. Аща же и церковь прислушает, буди тебе якоже язычник и мытарь. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 17. Таковой неизлечимо болен. Вспомни, что он везде мытаря представляет в пример самого тяжкого грешника. И выше сказал он, не и мытари ли тожде творят? Евангелие от Матфея, глава 5, стих 46. И еще в другом месте мытари и любодейцы варяют вы в царствии Божии. Евангелие от Матфея, глава 21, стих 31. То есть люди самые презренные. Пусть слушают те, которые ищут неправедных ростов и требуют процентов на проценты. Почему же он поставил человека, прислушавшего церковь, в ряду с мытарями? В намерении утешить обиженного и устрашить того. Но в этом ли только наказание? Нет. Но послушай далее. «Елико аще свяжете на земли, будут связаны на небеси». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 18. Он не говорит предстоятелю церкви «свяжи его», но «если и ты свяжешь», все дело предоставляется оскорбленному, то узы будут также неразрешимы. И так он подвергнется крайнему несчастью. Но не тот виноват, кто связывает, а тот, кто не хочет покоряться. Смотри, каким бедом он подвергает упорного. И здешнему наказанию, и будущему мучению. А этим он угрожает не для того, чтобы так и случилось, но чтобы устрашенный угрозою, то есть и отсечением от церкви, и опасностью быть связану на небесах, стал кротче, и, зная то, если не вначале, то, по крайней мере, после многих осуждений, оставил гнев. Так Спаситель установил первый, и второй, и третий суд, а не вдруг отверг грешника, чтобы, если он не послушает первого суда, то покорился бы второму, а если презрит и этот, то устрашился бы третьего, если же не уважит и последнего, ужаснулся бы будущего наказания, определения и суда Божия. «Паки же глаголю вам, яко аще два от вас совещаето на земле о всякой вещи, и я же аще просето будет има от отца моего иже на небесех» Евангелие от Матфея, глава 18, стих 19. «Иде же боеста два или трие собране во имя мое, ту есмь посреде их» Евангелие от Матфея, глава 18, стих 20. Смотри, как еще он разрушает вражду, истребляет мелкие расчеты и мирит враждующих. Не возвещением только казни, но и представлением благ от любви проистекающих. После вышесказанных угроз против вражды он возвещает великие награды за согласие. Единодушные преклоняют отца на то, чего просят, и Христос пребывает среди них. Но что же, уже ли нет нигде и двух между собою согласно живущих? Есть, конечно, во многих местах, а может быть и везде. Почему же они не все получают? Потому что есть много причин других, которые препятствуют получать. Не получают, например, потому, что часто просят бесполезного. И чему же дивиться, если так бывает с другими, когда то же самое испытал и Павел? «Давлеетти», — сказано ему, «благодать моя, сила бы моя в немощи совершается» Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 9. Не получают, потому что недостойны того, чтобы слушали их, не делая с своей стороны того, что от них требуется. А Спаситель ищет таких молящихся, которые бы уподоблялись апостолам, почему и говорит «два от вас», то есть добродетельные и ведущие жизнь ангельскую, или потому что приносят молитвы против оскорбивших, требуя им отмщения и наказания, что запрещено. Именно говорится «молитесь за враги ваши» Евангелие от Матфея, глава 5, стих 44. Или потому что просят милости грешники нераскаянные, а им получить невозможно. Хотя бы не только они сами просили, но и даже другой, имеющий дерзновение к Богу, ходатайствовал за них. И Иеремия, молившийся за иудеев, услышал в ответ «ты не молись о людях сих, не услышу бы тебя». Книга пророка Иеремии, глава 11, стих 14. «Если же все эти требования исполнены, то есть если ты и полезного просишь, и делаешь все, что от тебя требуется, и жизнь ведешь апостольскую, и с ближними находишься в согласии и любви, то получишь по своей молитве, потому что Господь человека любив». Далее, так как Спаситель сказал «от Отца Моего», то чтобы показать, что и Он Сам есть Податель, а не один Отец, присовокупил «и дежи боеста два или трие собране во имя Мое, ту есмь посреди их». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 20. Итак, что же? Неужели не случается, чтобы двое или трое собрались во имя Его? Случается, но редко. Христос не просто говорит о собрании, и не Его только требует, но главным образом, как я и выше сказал, вместе с тем другой добродетели, а потом уже и этого также непременно требует. Слова Его имеют такой смысл. «Если кто поставляет меня за первое основание любви к ближнему, и если при том имеет другие добродетели, с тем я буду находиться вместе». Но мы видим, что многие имеют другие побуждения к любви. Один любит, потому что его самого любят, другой, потому что его уважают, иной, потому что ближний в некотором житейском деле был для него полезен, а четвертый по чему-нибудь другому. Но трудно найти такого, который бы любил ближнего искренно и как должно для Христа. Большинство соединены друг с другом только житейскими делами. Павел не так любил. Он любил для Христа, потому-то, хотя и не был любим так, как сам любил, однако не ослаблял любви своей, а дал ей укорениться в себе. Не такова нынешняя любовь. «Если мы исследуем все причины любви, то найдем, что у большинства они отличаются от указанной. И если бы кто позволил мне в этом многолюдном собрании учинить такое исследование, то я показал бы, что весьма многие соединены между собою житейскими видами». Это открывается из причин, производящих вражду. Так как они соединены между собою приходящими выгодами, то поэтому любовь их не имеет ни пламенности, ни постоянства. Напротив, каждая обида или потеря денег, или зависть, или любовь к тщеславию, или другое что подобное, легко разрушает их любовь, не имеющую духовного корня. Если бы был такой корень, то ничто бы житейское не могло разрушить духовного. Любовь, имеющая основанием Христа, тверда, постоянно, непобедима. Расторгнуть ее не может ничто, ни клеветы, ни опасности, ни смерть, ни другое что-либо подобное. Кто таким образом любит, хотя бы претерпевал тысячу поражений за свою любовь, не оставит ее. Кто любит за то, что его любят, тот, случись с ним неприятность, прервет любовь свою. А кто соединен тою любовью, никогда не оставит ее. Потому и Павел сказал, «Любый николи же отпадает» Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 8. Что ты скажешь мне в защиту свою? Что тебя обидел тот, который был почтен тобою? Или что, облагодетельствованный тобою, хотел убить тебя? Но если ты любишь для Христа, то и это самое располагает тебя к большей любви. Что у других служит к разрушению любви, здесь то же самое служит к утверждению ее. Почему же? Во-первых, потому что таковой бывает для тебя виновником наград. Во-вторых, потому что он имеет нужду в большей помощи и заботливости о нем. Вот почему кто так любит, тот не разбирает ни рода, ни отечества, ни богатства, ни взаимной любви к себе, ни другого чего-либо подобного. Но хотя бы его ненавидели, обижали, умерщвляли, не перестает любить, имея достаточную причину к любви Христа. На него неуклонно взирая, он пребывает тверд и неизменен. И Христос таким же образом любил врагов, неблагодарных, обидчиков, поносителей, ненавистников, не хотевших и смотреть на него, предпочитавших ему даже дерево и камни, любил их высочайшую любовью, которой нельзя найти подобной. Он говорит, «Больше сия любве, никто же имать, да кто душу свою положит, за други своя» Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 13. «Смотри, как он заботится и о тех, которые распяли его, и которые столько оказывали неистовство над ним». Так говорил он об них к Отцу. «Отпусти им, не ведет бо, что творят» Евангелие от Луки, глава 23, стих 34. «И впоследствии послал еще к ним учеников». Итак, поревнуем и мы этой любви и будем взирать на нее, чтобы, сделавшись подражателями Христу, удостоиться издешних и будущих благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. Аминь.